Мама с бабушкой подошли и говорят, каждый день после школы или после каких-то домашних заданий, которые он сделал, он выходит на дорогу с прапором и ждет папу своему. Я ему пожал руку не как ребенку, а как мужчине. Вот у нас 8 лет ребенку, и он мужчина. И когда я приехал уже освобожденный Херсон, я никогда не думал, что дети будут так горевать по разбитым школам. Знаете, обычно дети не хотят идти в школу. А тут, понимаете, они меня затащили вовнутрь этой школы и говорят, посмотрите, что они сделали со школы. Вот такие вот они, наши дети, наше будущее. Выставка «731 день и 8 лет войны» объединила юг и восток нашей Украины. Это и Донецкая, и Херсонская, и Николаевская, и Одесская область. Тот путь фотографический мой, который я прошел за 23 год. Меня зовут Борис Бухман, я живу в Одессе, и я украинский еврей. Родился в Одессе, живу в Одессе, и никуда не собираюсь уезжать. Начало войны, я прекрасно помню, тяжело было ходить по пустому городу. Вот действительно очень тяжко было вот в этот момент. Я начал фотографировать волонтеров. Мысли о том, чтобы я уехал, вообще не было. То есть, это вообще, тема была закрыта напрочь. Тогда на Дерибасовской стояли эти противотанковые ежи, и такой сюр в голове Дерибасовская в противотанковых ежах. Закрыт оперный театр в мешках. И я вспоминаю фотографии времен Второй мировой, это наяву. Военных я снимал, начиная где-то с 14 года, очень подружился с нашими прокурдонниками. Я им помогаю очень фотографически. А тут война, и я продолжаю с ними работать. Девочка-медик в блиндаже или вот возле пулемета — это наши пограничники. И я не мог обойти моего племянника. В каждом семье должны быть герои, а он у нас герой. Когда я приехал к нему в часть, он мне подарил прапор, снятый с Антоновского моста. Они подписали его. Он изорванный, весь в пулях. Смотрю на него и понимаю, что я не имею права этот прапор держать дома. Я его отправил в музей войны в Киев. До войны у меня была своя фотошкола. Ко мне ходили люди, учились. После 24 февраля я школу остановил. 22 год. У меня год был Николаева. Мы возили туда воду, еду. Просто нужно было помочь Николаеву, потому что Николаев всё сделал для того, чтобы враг не пришёл в Одессу. 23 год — это Херсон. Показать трагедию. И я забрал в Херсоне свою ученицу, которая у меня училась онлайн. Она теперь живёт в квартире моей дочки. Мне нужно было спасать их. Дом разрушен. И он нам рассказывает, как на его глазах выстрел из танка попал в его жену. И вот он каждый день туда приходит и что-то собирает, что-то ремонтирует. Он сказал, я всё равно всё это отремонтирую, я здесь буду жить. Когда что-то случается в Одессе, очень трудно пережить эти моменты. Особенно, когда ты заходишь туда вовнутрь и видишь где-то кровь. Двухэтажный старенький дом на Приморской улице. Я помню, я с мамой ходил там, она была участковой медсестрой. Мы ходили, это был её участок, мы ходили там. Она смотрела деток, она делала им уколы. И я с ним маленьким ещё за ручку ходил туда. Я знаю эти квартиры. Жилой дом. Ко мне приехал товарищ Марсель со Словаччином. И как раз ночью начали бомбить Одессу. И мы приезжаем сюда. Тяжко было. И вот с таким сердцем мы потом, после этого, поехали в Донецк область отвозить машину. Злые, как не знаешь что. Особенно Марсель, он не понимал, как это, из-за чего и почему. Мы с лифцей за шахедами и Одесский морвокзал. Это два блока марок, которые совместно я, пограничники и Укрпочта сделали такую акцию, где мы от продажи все деньги идём на потребы СССР Украины. Первая моя выставка висит в нашей мэрии. И когда приезжают какие-то делегации, то они видят всё. Они видят все те фотографии, те возрушения. То, что я снимал. И я очень хочу эту выставку отправить в Симферополь, показать. Ну, чуть-чуть подождём и отправим. Симферополь 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 Симферополь